Для человека, который создал всего лишь две игры и почти закончил третью, Даниэль Вавра, пожалуй, даже чересчур известен в игровой индустрии. И дело тут не в известном скандале, а в том, что его игры во многом уникальны. Их сюжеты, механики подчинены реализму, игрока в них зачастую никто не жалеет. А еще эти игры сразу заставляют либо себя любить, либо ненавидеть. Mafia, The City of Lost Heaven и Kingdom Come Deliverance – это почти авторские проекты, созданные в соответствии с видением одного человека, который отвечал и за сценарий, и за геймдизайн. Всем привет! С вами Юрий Кулагин, Дэн Вавра заговорит голосом Игоря Максимова, а смонтировала все это Дарья Кравчук. И давайте уже разберемся, как чешский бородач создает свои игры, от чего отталкивается и как с этим связаны любовь к старым фильмам и прогулки с бабушкой по замкам. До вмешательства Вавры, Mafia, The City of Lost Heaven практически не существовала в том виде, в каком ее знают игроки. Изначально Illusion Softworks хотела создать что-то вроде серии Driver, но в 1930-х и про гангстеров. Когда к команде разработчиков присоединился Вавра, в изначальной концепции начались изменения. Студия хотела передать атмосферу той эпохи, для чего изучала классику гангстерского кино. Музыка, погони, характерные сюжетные элементы, подобные детали из фильмов вроде «Крестного отца», должны были лечь в основу игрового процесса и сценария. За последний как раз отвечал Вавра, который всерьез проникся историями о нелегкой мафиозной жизни. Поначалу мы хотели дать игрокам возможность ощутить то, что они видели в кино, но и отдать дань уважения фильмам вроде «Славных парней» и «Крестного отца». Но когда я углубился в тему, я увидел, что гангстеры – это люди, которые не хотят подчиняться установленным правилам и лучше создадут свои. И я хотел рассказать эту историю, как кто-то в молодости вступает в мафию, поднимается до самых верхов, а затем падает прямо на дно. В итоге разработчики расширили изначальную концепцию и отказались от идеи с симулятором вождения. Даниэль Вавра, который уже отвечал не только за сценарий, но и за геймдизайн, начал создавать мафию в соответствии со своим видением. Согласно его концепции, игрок должен чувствовать и атмосферу эпохи, и эмоции персонажа. Не видеть все это в катсценах, а именно чувствовать. Поэтому в мафия появились элементы, которые редко встречаются в других играх. Мне кажется, что многие игры о преступниках говорят совсем не о том. Они пытаются быть совершенной песочницей с полным набором возможностей, но у них нет души, смысла и цели. Разработчики тратят сумасшедшее количество часов, чтобы создать детализированные миры, но наполняют их сплошными клише и паршивыми историями, скучными мачо и дешевыми трюками. Мы же хотели, чтобы игроки вкусили той жестокой жизни, которую выбрал главный герой. Жизнь гангстера в 1930-х включала в себя не только погони и перестрелки. Например, в одной из миссий главный герой отправляется на свидание. Да, без драк тоже не обходится, но большая часть задания проходит в неспешной прогулке по ночному городу и в разговорах. Сам Вавра еще гордится эпизодом, где игроку нужно загрузить коробки в грузовичок. В другой игре это, быть может, показали катсценой, отдав игроку управление непосредственно транспортом. Но в Мафии это полноценное задание. Я горжусь тем, что дал игрокам возможность заниматься тем, что обычно не встречается в играх. Я пытался перемешать экшен, драму и юмор, чтобы все было как в реальной жизни. Это было рискованно, игра сильно отличалась от всего того, что тогда выходило, и многие в команде боялись, что эта формула не сработает. Важное отличие Мафии от, например, серии GTA, было в том, что подобные эпизоды были частью основного сюжета игры. В той же Grand Theft Auto 3 или Vice City можно было на время отложить прохождение и поработать, например, таксистом, или поизучать открытый мир. Благо разработчики из Rockstar позаботились, чтобы игроку в местных песочницах было чем заняться. А вот Lost Heaven никогда не задумывался как площадка для развлечения игрока. Да, это открытый мир, и в нем тоже есть механики, работающие на реализм. Те же заправки, которые приходится посещать, чтобы не остаться неожиданно с пустым баком. Но по большей части город в первой Мафии был просто декорацией, а весь его геймдизайн был построен вокруг сюжетных миссий, а не свободного путешествия. По жанру это не совсем песочница, здесь не так уж и много игрушек. Мы хотели, чтобы игрок прожил жизнь гангстера, и город – важная ее часть. Это ваша территория, и на ней разворачивается основной сюжет. Но также важно было не превращать все в симулятор. Lost Heaven – это что-то вроде сцены, на которой разворачивается сюжет. И мы хотели сосредоточиться на этом основном важном сюжете, а не распыляться на десятки мелких событий. Но несмотря на все заправки и ящики, Мафия все же должна была быть экшеном, с поножовщиной, взрывами и перестрелками. Впрочем, даже эти элементы были подчинены общему видению геймдиректора. Вавра не хотел, чтобы боевые эпизоды разрушали реалистичную атмосферу игры. В Мафия много кровопролития, но мы старались свести количество трупов к минимуму. Врагов на уровнях меньше, чем в других подобных играх. Мы делали ставку на качество, а не на количество. Хотели убедиться, что для появления противников всегда была причина. Если посреди боя к врагам приезжает подмога, то это потому, что кто-то ее вызвал по телефону. Враги никогда не поджидают игрока просто так. В 2008 году Illusion Softworks превратилась в 2K Check. А в 2009 из нее ушел Даниэль Вавра. Как он сам признавался, потому что остальная команда не согласилась с его видением третьей части Мафии. Поэтому, кстати, и Мафия 2 вышла совершенно другой игрой. Ее сценарий написал Вавра, но геймплей и механики доделывали уже другие люди. Сценарист создал свою собственную независимую студию – Warhorse Studios. Поначалу, даже не имея издателя, Вавра начал работать над своим проектом мечты, а независимость позволила ему полностью раскрыть свои задумки. Приступая к работе над Kingdom Come Deliverance, Дэн Вавра вновь обратился к реализму. Но на этот раз не к киношному, а к историческому. В детстве будущий геймдиректор очень любил историю. Он много читал о средних веках, гулял с бабушкой по старинным чешским замкам, а в свободное время рисовал обычный быт тех времен. Kingdom Come Deliverance – это такой же нарисованный быт, только не на бумаге, а в формате огромной игры. Вавра считал, что если он хочет создать что-то по-настоящему историческое, то ему нужно обратиться к тому сеттингу, в котором сам разбирается. Отсюда и радикальный переход от штатов 1930-х к Чехии начала 15 века. Я люблю чешскую историю и природу, а их редко можно увидеть в видеоиграх. А ведь это те земли, на которых разворачивалась и менялась история Европы. Мы хотели познакомить игроков с той невероятно интересной, кровавой и интригующей частью европейской истории. А то, что наша студия находится в Праге, нам сильно помогло. Мы могли увидеть своими глазами все те места, что собирались показать в игре. Реалистичность и достоверность легли в основу четырех главных принципов разработки Kingdom Come Deliverance. Собрать как можно больше исторической информации, проанализировать имеющиеся факты и додумать отсутствующие, создать настолько точное отображение богемии 15 века, насколько это возможно. Сделать так, чтобы игроку было приятно и удобно во все это играть. В Kingdom Come Вавра довел свое стремление к реализму до апофеоза. И левел-дизайн игры, и дизайн квестов, и почти все основные элементы отталкивались от собранных разработчиками исторических фактов. Команда из семи сценаристов во главе с Ваврой изучала целые стопки исторических книг, городских архивов, судебных записей и торговых отчетов средневековья. В ход шло все, до чего разработчики могли дотянуться. А то, до чего дотянуться не получалось, разработчики узнавали у консультантов со стороны. Историков, профессоров, коллекционеров и так далее. Историки слишком зациклены на позитивизме. То есть, если у них нет доказательств, что что-то существовало, они не считают это реальным. Поэтому на мои вопросы из разряда, а как эта штука могла выглядеть, историки часто отвечали, мы не знаем, но знаем, как она точно не могла выглядеть. Это было большой проблемой. И нам, как художникам, приходилось такое додумывать. Карта Богемии создавалась на основе карты высот, которые Warhorse Studios приобрели у спутниковой компании. Левел-дизайнеры создавали помещения, изучая их сохранившиеся фундаменты. Даже городские стены в городе Ротая, крупнейшем поселении в игре, появились после того, как Вавра побеседовал с городским историком и узнал про сохранившиеся на тех местах камни. Сюжет Deliverance тоже родился из исторических записей, что позволило Вавре с уверенностью называть игру исторической, или, по крайней мере, ее основу. В архивных записях сценаристы нашли упоминания о скалецких серебряных рудниках, разоренных армией короля Сигизмунда. Это событие легло в основу сюжета игры, в то время как история самого Индражиха и его мести уже целиком выдумка разработчиков. Даже имена персонажей получали в честь реальных людей, живших в тех местах. Сценаристы хватались за любую фамилию, упоминавшуюся в записях, и награждали ей одного из NPC в поселении. Насчет подобных деталей Даниэль Вавра советовался со специально принятым в команду историком. Все для того, чтобы сохранить преемственность, характерных для определенной местности имен и фамилий. Когда вы работаете над чем-то историческим, вам нужно хорошо подготовиться. У нас в команде есть историк, и когда я или кто-то еще из сценаристов заходили в тупик, мы обращались к ней за помощью. Некоторые назовут это лишней морокой, но я так не считаю. Всем историческим фактам, о которых мы узнаем, мы находим применение в игре. Как правило в квестах. А если бы я не знал этих фактов, мне бы пришлось выдумывать что-то свое. И это тоже непросто. Дизайн заданий в Kingdom Come отталкивался от интересных исторических фактов, которые дизайнеры квестов уже пытались превратить в игровую историю. В своде средневековых законов нашлось право, по которому вдове разрешается вести хозяйство погибшего мужа, в игре появляется хозяйка конюшни Зора и связанная с ней сюжетная линия. Сразу в нескольких записях описываются похождения и распутство священника в той эпохе. Рождается задание про пьянку главного героя со святым отцом Бакутой. Механики игры тоже зависели от собранных данных об историческом быте. Точно так же, как во время разработки мафии Вавра хотел, чтобы игрок почувствовал себя гангстером 1930-х, в Kingdom Come тот должен был насладиться жизнью простолюдина 15 века, даже если наслаждаться приходилось страдая. Наша игра должна дать игроку возможность делать то, что он в обычной жизни делать не может, но хотел бы. В данном случае это машина времени, переносящая в средневековье. Люди могут попробовать там пожить. И этот опыт должен быть крутым и интересным, но в то же время, если уж кто-то действительно хочет узнать, какая тогда была жизнь, то всё должно быть правдоподобным. Местная воровская гильдия, мельники, регулярно выдаёт игроку задания, связанные с, скажем так, не совсем законным изъятием имущества. Правда, добежать до них бывает непросто, ведь почти все мельники находятся на порядочном удалении от основных хабов в игре. Зато всё как в реальности. В 15 веке мельницы именно за счёт удалённости от городов и деревень служили прибежищем для всевозможных лиходеев. Узнав это, сценаристы и дизайнеры квестов добавили мельников в игру именно в историческом виде. В итоге игроку приходится подолгу бегать между затерянными на задворках карт и заданиями, зато достоверность. Впрочем, иногда разработчики всё-таки вспоминали и про четвёртый из оговорённых принципов. Ну, тот, который про то, чтобы игроку было приятно во всё это играть. Гейм-дизайнерам пришлось местами отступать от всеобщего реализма. Например, в Kingdom Come добавили систему быстрого перемещения, которая должна была хоть немного, но облегчить перемещение игрока по огромному миру. Её вводили в игру неохотно, но первые отзывы тестеров заставили разработчиков передумать. Впрочем, даже с этой системой обошлись достаточно сурово. Главный герой может перемещаться только между большими поселениями, при этом он тратит выносливость и потихоньку голодает. Сильнее всего четвёртый принцип повлиял на боевую систему. Чтобы ощутить, как должен ощущаться средневековый бой, Вавра обратился к чешским реконструкторам и даже сам попробовал втиснуться в доспех и помахать клинком. В процессе он понял, что дело это захватывающее, но передать такие же ощущения в игре без определённых упрощений не получится. В результате у разработчиков получилась боевая система, которая отчасти отталкивается от предельного реализма, а отчасти от игровых механик. Для проработки боевых движений и их записи Вавра обратился к чешской академии рыцарских искусств. Но их работу геймдизайнеры пропустили через себя, адаптируя её под управление и ролевые механики. Кстати, если хотите узнать эту историю подробнее, у нас есть отдельный ролик. В какой-то момент геймдизайнеры поняли, что игроку нужно дать возможность после сражений как-то лечить персонажа. Это, пожалуй, самая большая условность игрового процесса. Когда Индржих выпивает настойку, раны на нём залечиваются будто сами собой. Чтобы как-то компенсировать нереалистичность механики, разработчики усложнили сам процесс приготовления зелий, создав его на основе описания алхимических реторт 15 века. Многие жаловались, что алхимия и травничество — это что-то из фэнтези. На самом деле нет, наша алхимия основана на реальной, а рецепты снадобий восстановлены по старинным записям, которые мы нашли. В любом случае, алхимия была нужна, чтобы игрок мог нормально играть. И даже если у нас есть лечебное зелье, то оно работает немного реалистичнее, чем в других играх. Такой вот он, Даниэль Вавра. Готов заставить игрока страдать, если это вписывается в его видение реализма и историчности. Такой подход, конечно, не всем по вкусу, но Вавре плевать. Главное, чтобы по вкусу всё было ему. К тому же Дэн Вавра не единственный геймдизайнер на планете. Их вообще много, и у каждого есть свои принципы и своё видение создаваемых игр. Расскажите в комментариях, о чьих заветах игровой разработки вы хотели бы послушать в следующий раз. Ну а если геймдизайн по Вавре вы нашли интересным, можете поставить лайк и подписаться. Так вы поможете нашему каналу. Попробуйте ещё заглянуть в описание, чтобы найти там ссылки на наш паблик и телеграм-канал, где каждый день выходят посты о геймдеве и кино. Ещё у нас есть подкаст, который выходит на всех ваших любимых площадках. И множество курсов. Сейчас идёт активный набор на Hard Surface, посвящённый продвинутому 3D-моделированию, и на процедурный Trip, на котором всех записавшихся обучат процедурным же текстурам. Курсов у нас вообще много. Мы регулярно перезапускаем старые, добавляем новые. Возможно, в скором будущем на одном из них обучат нового Дэна Вавру. Хотя только этого игровой индустрии ещё не хватало. В любом случае, с вами были Юрий Кулагин, Игорь Максимов и Дарья Кравчук. Ещё услышимся. Сидите дома и не хворайте.